В этом видео я расскажу вам о новой версии инструмента Live View Magnification. Это функция, которая позволяет увеличивать часть картинки в процессе анимации. Так что вы можете видеть самые мелкие детали в глубине кадра. Для этого примера я расположил три пирамидки подальше в кадре. И я сделаю три отдельных увеличения. Live View Magnification можно найти в нескольких местах. Его можно открыть в плавающей панели инструментов. Кнопка выглядит как лупа. Также можно его найти в слоях. Нужно зайти в медиаслои, кликнуть на сцену и вы увидите иконку лупы тоже. Это тот же инструмент, только в другом месте. Для этой демонстрации мы используем тот, который в плавающей панели инструментов. Вот он. Видите, здесь есть A, B, C и Fullscreen. Эти окна отвечают за каждое увеличение. Но прежде чем мы перейдем дальше, я хочу сказать, что увеличение в реальном времени это инструмент, который работает с определенными DSLR камерами. То есть это не будет работать с веб-камерой. В чем же суть? Если в двух словах, то этот инструмент не использует просто увеличение самих пикселей картинки, а именно использует большее количество пикселей за счет чипа камеры. То есть его можно применять и в разных сферах анимации, и довольно часто использовать. Давайте же я покажу, как это работает. Эти три окошка отвечают за наши области увеличения. Если я кликну на кнопку A, то появится область выделения, и ее можно двигать. Но если вам не нужно постоянно видеть эту область, нужно выйти из Live View Magnification и перейти в другое окно. Но я сейчас покажу, что происходит, когда мы уже установили увеличение. Когда я делаю снимок, Вы видите, что я снял его в полном разрешении. И я могу посмотреть его, нажав на вот эту кнопку A. И вот эта лупа с минусом означает полный экран. Если я нажму на A, то оно покажет, что мы сняли видеокадр. Я могу повернуть даже пирамидку к свету, чтобы сделать такое движение. А теперь важный момент. На вашем пульте кнопка 3. Если ее дважды нажать, то переключается вид. Если снова нажать, то мы вернемся в A. И опять назад. Так что это кнопка 3 на пульте. Хорошо. Давайте добавим еще одно увеличение. Идем назад в Live View Magnification и добавим B и C. Окей. Вот сюда B. И вот сюда C. Здесь мы видим B. Я подвину его чуть-чуть. И здесь мы видим C. Я тоже его немного подвину. Теперь мы нажмем на Full Screen и мы видим все движение. Я выключу это. И делаем кадр. И мы захватили сейчас 4 отдельных видеопотока. Это наш полный кадр. Теперь я нажму 2 раза на 3. И мы видим A. Еще 2 раза и мы видим B. И еще 2 раза. И мы видим C. Если я еще подвину немного. Вы видите предыдущий кадр и Live. Теперь на весь экран тоже самое. Предыдущий и Live. И теперь я сниму кадр. И по мере того, как вы снимаете, вы можете включать и выключать эти области в любое время. И если вы включите воспроизведение, то будут видны затемнения посередине. То есть это отличный инструмент, если вы анимируете что-то, что находится либо далеко в кадре, либо просто очень маленький объект. Это может дать вам детали, необходимые для правильного снимка. Спасибо.